Пианистка Два-три часа. В основном играю каждый день. Иногда трудно бывает. Не хочется играть, лень бывает. Но все равно приходится заставлять себя. Почему приходится? Потому что это все-таки нравится? Потому что мне нравится. Ну и потому что иногда даже готовишься к концертам и не хочется играть. А на концерте-то нужно выступить хорошо. Для Георгия Джишкориани, ученика третьей музыкальной школы, творчество скорее хобби, чем цель. Из вокалиста стал флейтистом, а потом выбрал саксофон. Зывает его самым интересным музыкальным инструментом. Хотя уже сейчас твердо решил, что свою профессиональную деятельность свяжет с инструментами медицинскими. Георгий хочет быть нейрохирургом. В этом году Ивановское музыкальное училище готовится отпраздновать свое столетие. Этот рождественский концерт «Встреча талантов» посвящен тоже столетию. Потому что выступают концертмейстеры, преподаватели, учащиеся детской музыкальной школы и студенты музыкального училища. И цель – это пропаганда великого классического музыкального наследия. «Рождественские встречи талантов» – это концерт из цикла Ассоциации классического наследия. На нем отбирают самые яркие дарования, которых в будущем будут отправлять на всероссийские международные конкурсы. Но, по словам преподавателей, раскрыть талант у молодого музыканта не всегда просто. Это настолько действительно очень тонкая грань, которую очень трудно и нащупать, и самое главное – не упустить. Потому что, когда они еще совсем маленькие, еще очень трудно разобраться, что это получится с них или нет. А когда уже лет 10-11, то это уже поздно, уже время какое-то упущенное. Потому что у нас совершенно определенные, специфические, нужно проделывать вещи, которые для общего развития не нужны, может быть. Многие наши учащиеся из музыкальных школ, сейчас студенты Ивановского музыкального училища, благодаря такой активной поддержке, участвуют в международных конкурсах, участвуют, например, в Международном фонде Владимира Спивакова, и даже играли в Большом зале Московской государственной консерватории. Правда, студенты старших курсов пока в своих будущих успехах не уверены. Вообще, в моих мечтах я очень хочу поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию, но не все в этой жизни, меч зависит от наших. Так что, если меня возьмут, конечно, я бы очень была рада стать пианисткой. В стенах музыкального училища в течение всего года будут проходить мастер-классы от ведущих преподавателей высших музыкальных учебных заведений России, а также концерты студентов и учащихся колледжа. А сама торжественная церемония празднования столетия запланирована на сентябрь этого года. Нина Сардейская, Сергей Коликов, РТВ Иваново.